Модернизированная МТЛБ возвращается после выполнения боевой задачи. Главная фишка этой боевой машины это крупнокалиберная пушка С-60, которая способна бить на дистанции до 10 километров. При этом никакие динамические характеристики у боевой машины не нарушаются. Зенитная установка С-60, установленная на базе многоцелевого гусеничного транспортера, выглядит как заводская конструкция. Хотя приваривали пушку местные умельцы своими руками здесь, в полевых условиях. Легко бронированный вездеход теперь не только средство переброски и эвакуации десантно-штурмовых групп, но и сверхманевренная арт-установка, наносящая серьезный урон противнику. Не прихотливая, не боится ни пыли, ни грязи, ни дождей. Можем заехать повдоль лесополосы, можем через лесополосу проехать, можем через поле, можем краем болота проехать, спрятаться где угодно и отстреляться, и уехать очень быстро. Свои фантазии по тюнингу МТЛБ наши бойцы воплотили в жизнь всего за два дня. Зенитная установка дала дополнительную нагрузку на корпус, поэтому пришлось усиливать всю конструкцию боевой машины. Модернизированные самоходные арт-установки морпехи дали имя «Фурия» в честь древнегреческой богини-возмездия. Поначалу показалась капризной немного, но в процессе работы она показала себя очень достойно, корректировать очень легко, работает в принципе вся работа, порядка трех минут занимает. Выехал сразу, зарядился, отстрелял. На счету у «Фурии» уничтоженные опорные пункты с пехотой противника и укрепленные огневые точки с пулеметными расчетами. Как признаются сами военные, смекалка и находчивость часто рождают лучшие конструкторские решения в боевой обстановке.